Приветствую вас! И в общем, это тест новой камеры, и сегодня, да, всем привет! И сегодня я решила вам показать то, чем я грешу уже на протяжении трёх или двух месяцев, а именно копики. Эта штука появилась у меня очень внезапно, я даже не была к этому готова, и для меня это был шок. И вот они все мои зайчики, 11 копиков и 2 линера. С одним я, кстати, очень хорошо лоханулась, потому что он 0,05, а мне нужен был 0,05. И цветов, как вы видите, у меня есть 2 розовых, жёлтенькие, что-то наподобие красного и красный, зелёный, прям как Егорка. Цвета для кожи, коричневый и синий. Как вы уже видели, 2 линера. До этих линеров у меня было столько много, с 5 разных линеров, гелевых ручек, а теперь это все заменилось вот на эти 2 штучки. Ну а теперь давайте затестим эту малышку на рисунках, потому что не каждая камера будет смотреть мои рисунки. Давайте начнём с того, что похуже. И я совсем забыла то, что похуже оно вот тут. Это якобы Мадока, но она выглядит, как будто бы 10-летней школьнице не продали пивосик. Но это не суть важна. Вы меня всё равно просили показать свои рисунки. Я вам сейчас покажу то, чему я научилась за 7 лет. Ну, это мы пропускаем. И мы сразу же встречаем первое, так это, Аврора. И по этому рисунку уже становится ясно то, что копики попали в не самые лучшие руки. Но мы идём дальше, и тут цветочек. И этот цветочек, он успокаивает меня. Даёт надежду на то, что он такой рукожок. Далее идёт такая вот чудеснейшая девушка. Вообще все эти рисунки я рисовала в самом школе за 5 минут, потому что, ну, как бы, ну, физика и химия, они творят чудеса. Чудеса рисования. А это я пыталась нарисовать человека. И как только он получился у меня более-менее хорошо, я решила испортить его копиками. Мне кажется, я выполнила свою задачу. Это такая маленькая лиса. Потому что, ну, лисы это моя слабость. Ну, и просто милая такая тянка нарисованная буквально за 2 минуты. Потому что, сколько! И ещё одна тянка с красными волосами. Мы могли бы задать вопрос, почему тут в основном такие тянки с красными волосами. Я вам отвечу. Именно в этот момент ко мне приехал вот этот вот маркер. И я решила его затестить на полную катушку и, короче, разрисовать весь скетчбук именно этим маркером. Это, пожалуй, единственная картинка, которая на весь лист. Я не знаю, кто это и что это. Это я просто нашла в гугле и срисовала, как, в принципе, и все остальные мои рисунки. Мы посмотрели то, что ужасное. Теперь давайте перейдём к более-менее терпимому. По обложке можно понять то, что я люблю Питер, и мне его не хватает. В общем, ребят, если у кого есть возможность, то заберите меня туда недельку. Акварельные карандаши. В общем, это Эрн, который ест то ли икру, то ли мясо, то ли... Я не знаю, что это такое. Может быть, он сок налил. Очень кривая тяночка. А что у меня здесь Эдвард, который когда-то завоевал мое сердце? Ну, короче, у меня прям как удовлетворение моей души. Это Сашка. Вы знаете, когда я начала смотреть второй сезон Атальки Титанов, и я как бы смотрела до сих пор, самая моя любимая серия была и остаётся, так это вторая. Где была Сашка? Вот Сашка это чудо. К сожалению, фигурок с Сашкой мало. Это чудо, которое тоже было нарисовано маркерами. Это, короче, Эрн, который чуть-чуть заигрался в котов. Или с котами. Правда, не маркерами, но она мне нравится. Просто гелевые ручки детские. Творят чудеса. Просто Эдвард. На школе заставили делать проекты, и мы решили выбрать тему Дисней. И, в общем, я сразу же начала рисовать Дисней. И, короче, нарисовала вот такую Венди вроде бы. Она, капец, какая кривая. Ну, в принципе, лицо нормальное, да. Вот лицо норм. Не важно то, что тут всё в крифе в кость. А, я пыталась сделать нормальные тени. Как вы думаете, у меня это получилось? Ну, ну так, может быть. Когда у тебя мало цветов, это такая большая боль, потому что ханжи ты не можешь закончить. И леви, кстати, ты тоже не можешь закончить. Зато у тебя есть возможность закончить на отцу. Я ее лизу тоже. Ну, и тут уже просто... Я, правда, это всё рисовала не маркерами, но мне она нравится, не считая её косоглазия. В общем, как вы уже поняли, мне нравятся Аврора, Ариэль и ещё Белль, но я её никогда не рисовала, потому что маркеров как-то особо нет. Я надеюсь, что вам понравилось такое видео, которое я сделала буквально на коленках, достав только Егорку. В любом случае, вы можете поставить палец вверх, и мне будет приятно. Вот. Итак, всем большое спасибо за просмотр. Всем пока. Капец, господи, я как дебил.